привет сегодня поговорим о рендере и о настройке твоей композиции о создании вот такой вот киношной картинки замечал ли ты обращал ли внимание что при просмотре допустим какой-нибудь художественной картины огонечки на заднем фоне имеют разную нгон форму от чего это зависит вроде если посмотреть на картинку здесь она круглая форма огонечка далее здесь она раз два три 4 5 6 7 8 восьмиугольная далее что еще можем здесь найти здесь вот она шестиугольная здесь тоже раз два три 4 5 6 7 8 восьмиугольная извиняюсь так где-то я видел пятиугольную форму вот пятиугольную форму от чего это зависит именно вот это вот н-гонность скажем так этот параметр этот параметр зависит как раз от изменения количества лепестков в диафрагме и от степени открытости диафрагмы если посмотреть на картинку приготовил картинку зависимый следующий чем сильнее открыта диафрагма тем соответственно более размытым у нас будет огонек в кадре чем ближе к закрытой диафрагме тем соответственно огонек у нас будет менее размытым и обрати внимание зависимость формы размытия огонька от формы диафрагмы вот в этом то есть главный секрет зависимость количества лепестков и степень открытости диафрагма где это можно накрутить вот сейчас у меня три лепестка естественно настройка вся это в камере выбираем камеру открываем настройки камеры и нажимаем кнопочку depth of field и видим настройки blades 3 чем сильнее я уменьшаю значение в стоп тем сильнее у меня размываются огонечки на заднем фоне увеличивает параметр огонечки абсолютно не размыты ты вот нам нужно накрутить так чтобы огоньки были размыты параметр blades был на ваше усмотрение допустим 5 сейчас при размытии огоньки будут приобретать пятиугольную форму как это сделать создадим сцену добавим plane конечно ты можешь создать руками все эти огонечки допустим в сцене у тебя уже есть какие-то огни как это сделать быстро и скажем так безболезненно создаем plane который будет эмиттером испускать частицы для наших огоньков далее создам также несколько вариантов объекта который будет светиться допустим это будет сфера так пусть это будет три сферы допустим с разными материалами так для начала я сделаю материал на одной сфере приду в рендер сразу отключу светимость мира сразу в ноль и уведу чтобы светить осветились только объекта сцене далее создам материал здесь единственное что я изменю светимость объекта цвет светимости будет белый так далее мне нужно чтобы этот объект испускался из нашей плоскости добавляю систему частиц на этот объект настройках рендера вместо хала ставлю object и выбираю этот объект запускаю симуляцию частиц и добавляю сцену камеру так нажимаю 0 для того чтобы перейти в камеру во вкладке view ставлю галочку камеру to view отлетаю на то расстояние на который мне хотелось бы видеть этот рендер допустим как то так переходим в настройки камеры так 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 выкручу параметр paste part out чтобы срезать лишнюю информацию здесь так и далее 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 уберу основной объект скрою сетку и теперь смотрите что я делаю то есть у нас эти объекты светятся они у нас разные можем в настройках системы частиц изменить скейл и они у нас будут разного размера покрутив параметр скейл рандомайз то есть тем самым мы имитируем близкие объекты дальние объекты и так далее можем увеличить количество объектов покрутив вот этот параметр number количество частиц и далее заходим в настройки камеры и первое что нам нужно крутануть это поставить во первых галочку depth of field и здесь уменьшить параметр f-stop видим то что ближние частицы у нас менее размыты дальние частицы у нас размыты сильнее и далее начинаем крутить значение blades вот видим как меняется наша картинка минимальное значение лезвие начинается с трех то есть меньше быть просто физически не может у диафрагмы так и начиная увеличивать количество лезвий мы меняем как раз рисунок самого огонька также мы можем изменять этот рисунок отъезжая ближе дальше камере то есть это теперь выглядит таким образом также мы можем изменять силу светимости у объекта выберу объект на зайду в материал и могу регулировать силу светимости изменяя тем самым сам рисунок огонька могу добавить светимости чтобы выглядело все вот так вот скажем резко контрастно или убрать светимость объекта для того чтобы создать такой микронуар вот таким образом и сейчас более очевидным будет если я буду изменять количество лезвий три четыре пять шесть и так далее также мы можем менять материалы допустим верну отображение этой сферы в эту сферу эту control l накинул один материал на три этих объекта дальше перейду в настройки шейдеров так материал превью создам рампу color рампу здесь чтоб далеко не ходить сделаю три цвета и зеленый красный синий подключил рампу base color добавлю ноду object info так аран там айс вот видим то что у нас сейчас шарики покрылись разным цветом но на рендере на рендере мы ничего не видеть для того чтобы шарики светились разным цветом нам нужно не в color подключить а вы мишу теперь у нас будет светиться разным цветом изменяя и мишин стран мы как раз и будем создавать вот такую вот красивую картинку так скроет сфера сфера большую скрою вот получается вот такая вот красотища опять же отдаляя камеру мы тем самым увеличиваем глубину резкости заднего фона вот можно все это анимировать вот так вот чтобы крутилась и так далее также можем анимировать параметр blades и у нас будет меняться динамически в сцене сам рисунок огонечка форма огонечка это что касается блендера в мармас эти принцип абсолютно тот же самый берем камеру находим здесь параметры depth of field размываем задний фон и его тот параметр апертур здесь количество лепестков меняется вот таким вот образом 6 лепестков 8 лепестков и так далее есть круг есть сердечко он кстати мы можем крутить параметр апертур rotation тем самым вращая наш объект размытие объекта точнее и также здесь еще есть звездочка так что касается мая в мае то же самое создаем камеру включаем рендер и это у нас находится в настройках камеры персп шейп камера перспективный 1 персп шейп соответственно переходим открываем вкладку рендер арт 0 точнее и здесь немного параметр такой интересный focus distance мы изменяем силу размытия а вот параметр апертуру сайса здесь немножечко сделано скажем так интересно есть нулевое значение единичное значение то есть нулевое значение это полностью скажем так максимально закрытая диафрагма то есть на всю глубину сцены у нас не будет никакого размытия а единичное апертура значение апертур сайс у нас будет как раз ознаменовать максимальное раскрытие диафрагмы тем самым увеличивая форму боке и вот как раз он параметр апертур blades как раз начиная с трех мы меняем форму размытия наших светимых объектов здесь также есть параметр вращения мы можем покрутить наш нашу диафрагму изменяя тем самым вращение нашего огонечка и так резюмирую для того чтобы создать такой эффект нам нужно работать именно с настройкой камеры можем создать вот такой вот массив из светильников либо создать светильники в тех местах где они у нас физически должны находиться допустим мы создаем дорогу на которой едут машины со светящимися фармами такой вариант либо это какое-то кафе и на входе на окнах допустим у нас имеются какие-то гирлянды в этом смысле мы размываем задний фон и крутим параметр blades также вращая что же есть такой параметр rotation изменяет параметр мы можем вращать наши огоньки они у нас вращаются в любом рендере принцип один и тот же создаете светящиеся объекты размываете задний фон и крутите количество лезвий оставляйте комментарии комментарии ставьте лайки не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео обязательно подписывайтесь на канал а на сегодня все встретимся завтра расскажу что-нибудь новое